Так, ну что, сейчас, подожди, сейчас такси выживай, выживкаем. А это ваши дети, да? Да. Оба? Они покажаются. Дети мне старые не дают. Ребят, скажите, мы вообще сами рады. Могти, едьте за дом и не приезжайте сюда. Сегодня ночью, примерно после 10 вечера, нами блокирована, а затем атакована воинская часть Украины, находящаяся на территории Донецка, в Киевском районе. Но эта часть была здесь давно, и мы все никак не могли накопить силы для ее, так сказать, ну, нейтрализации, будем так говорить. Но поскольку сегодня окончается, кончилось перемирие, объявленное украинскими властями, мы решили, что уже дальше отступать некуда, и нужно идти на риск и брать часть штурмов. Значит, с нашей стороны и с их стороны, то есть это довольно крупная часть, три роты, полностью вороханных автоматами, гранатометами, пулеметами тяжелыми и всякими. Был еще один бронеспортер, но, как оказалось, он был не на ходу, только с одним двигателем, то есть он просто стоял, как баррикада. Значит, у нас очень эффективное подразделение под названием «Кальмиус», опытные бойцы там. Это подразделение атаковало часть, кроме того, за двое суток до этого мы им отрезали воду. Ну, могли электричество, но они стали возиться. Значит, в результате многочасовой перестрелки с перерывами, часть полностью блокировали, потом наша футболевая группа проникла внутрь и, в принципе, нейтрализовала командный состав. Значит, благодаря чуду, несмотря на кучу выпущенных боеприпасов, в том числе крупноклассников, периметов, нет ни одного убитого, ни с той, ни с другой стороны. Есть легко раненые, ну, не буду оглашать цифры, но есть. Значит, часть полностью разоружена, все, весь личный состав пленен. Ну, около 15 офицеров и куча солдат. Есть контрактники, но основная масса – это солдаты срочной службы, то есть те, которые по призыву. Они уже переслужили полтора месяца, два месяца больше, чем пологано в армии. Вот. Ну, боевой дух, воевать особо, так сказать, мы по беседам потом поняли, что они особо воевать-то и не хотели. То есть очень много людей из Донбасса, есть даже из Донецка, есть люди из Луганска, из Луганской области. То есть превалирующее число людей из нашего региона, понимаете, в том числе среди контрактников. Поэтому воевать со своими земляками им не хотелось. То, что они там раньше не сбежали, это так сказать, ну, смелости не хватило. Ну, вы так, понимаете. Но, благо, они вообще никого, мы из своих земляков не убили. И мы решили сделать гуманную акцию. С трех часов ночи мы обзваниваем родителей, ну, сестер, братьев, все, что можно и так далее. Когда они приезжают, мы сдаем им живехоньких здоровых их сыновей под расписку. Выписываем телефон родителей, чтобы потом контролировать процесс. То есть, чтобы нам знать, не выкрали ли его украинские власти для расправы. У нас реально крадут людей. Несколько сотен людей из нашей области находятся в руках тюремщиков в Непропетровске и в Запорожье. Они туда вывозятся. И там сидят в тюрьме. Мы их вынуждены обменивать и так далее. Это правда. Но мы решили гуманно отпустить этих солдат. Насчет контрактников и офицеров мы будем думать. Но поскольку об службе зубитых с нашей стороны, мы считаем, что, наверное, с ним тоже мы посмотрим. В общем, меры пресечения будут самые гуманные по возможности. Солдаты сейчас все отпущены, да? Нет, еще не все. Мы еще работаем. Кроме того, солдаты из очень дальних областей, то есть, ну, из других регионов Украины. Мы дождемся, когда их родители приедут к нам и заберут своих чат. Показал нам паспорта, показал прописки и все такое. То есть, мы сдадим только на руки родителей. Просто так мы их не дадим проездные, потому что мы боимся, что они не доедут до родины. Значит, обращение к другим частям украинских вооруженных сил, находящихся на Донбассе. Мы поступаем гуманно. То есть, если вы дезертировали со своей части, этой украинской хунтовской армии, позорной, вам ничего не будет. Убегайте оттуда, бросайте это все. Лучше переходить в народное ополчение. У нас не хватает ополченцев. Здесь вы будете сражаться за правое дело.